МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главное на сегодня. За труд и зарплату в Рязанском госуниверситете прошел форум по проблемам занятости. Торговля как тормоз прогресса. Рязанские наркополицейские пресекли преступный бизнес молодого специалиста. С днем рождения, копеечка, поклонники отечественного автопрома могут отметить сегодня ностальгический праздник. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сайт общественного движения Божьей воли недавно разместил видео с фрагментами акции, которые активисты провели в Государственном Дарвиновском музее в Москве. Плакат на фасаде, транспаранты в фойе, разбросанные внутри здания листовки. Таким образом, представители движения сражаются за торжество православия в России. Однако сама идея и методы ее продвижения в общество, по мнению многих, вовсе не соответствуют друг другу. Приходят на память немного уже подзабывшиеся пляски Пусси Райт в храме Креста Спасителя. Насколько противоположны цели и как схожи формы протеста? Вот что настораживает. В программе комментарии на тему экстравагантных акций и защита высокой духовной идеи, какой бы разной ее не представляли себя активисты многочисленных движений всех толков. Православие не знает политической борьбы. Православие не знает воинственного сопротивления, кроме как на войне. Поэтому если какому-либо сообществу верующих людей не нравится та или иная доктрина или та или иная жизненная позиция других людей, это не повод захватывать здание, это не повод устраивать митинги и пикеты, которые не согласованы. А вот рязанские наркополицейские задержали гражданина, который уж никак не хотел публичности. Несколько лет назад из Милославского района переехал в областной центр молодой житель глубинки. Экономику Рязани он поддерживать особо не желал, а вот жить хотел широко и красиво. Поэтому начал юноша понемногу заниматься криминальной ботаникой и нелегальной торговлей. С подробностями Елена Вожакова. Наркополицейские задержали подозреваемого на улице Дзержинского как раз в тот момент, когда он пытался продать 40 грамм марихуаны. Во время беседы с сотрудниками УФСКН выяснилось, что драгдилер переехал в Рязань несколько лет назад из Милославского района. Молодой человек, официально нигде не работающий, снимал в центре города двухкомнатную квартиру и имел собственный автомобиль марки «Лада Приора». В ходе обыска по месту его проживания был обнаружен целый набор наркотиков. Это марихуаны, гашиш, метилон, курительные смеси, также электронные весы и большое количество упаковочных материалов, что свидетельствовало о криминальных наклонностях и замыслах данного человека. Однако в ходе следствия было установлено, что свой основной запас торговец хранил по месту регистрации в поселке Милославское. Там, в пристройке к дому, оперативники нашли более одного килограмма марихуаны. Надо добавить, что за такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Как писал пролетарский поэт, «Все работы хороши, выбирай на вкус». Понятно, тогда не надо было добавлять в стихотворение слова «все работы, кроме наркоторговли». Про абсолютно законную трудовую деятельность говорили сегодня в Рязанском государственном университете на форуме руководителей и специалистов в области управления персоналом. Присутствовала на встрече глава регионального Министерства труда и занятости Юлия Рокотянская. Разговор шел главным образом вокруг дисбаланса интересов работодателей, которым нужны специалисты, и трудящихся, у которых незамысловатый, вечный как мир требование, достойная оплата за приложенные знания и усилия. Рассказывает Глеб Галушкин. Проблема трудоустройства высококвалифицированной молодежи стоит в Рязанском регионе довольно остро. Это признают организаторы нынешнего кадрового форума, впервые прошедшего в Рязанском госуниверситете. Однако далеко не секрет, что выпускники вузов не могут устроиться по своей специальности, а с другой стороны работодатели заявляют о так называемом кадровом голоде. И сейчас, наверное, такой пик, когда нам непосредственно нужно решать эти вопросы кадрового голода, который не только у нас в регионе, в принципе, в целом по стране. Что значит кадровый голод? Это молодежи, которые профессионально, высококвалифицированно подготовлены для работы в высокотехнологичных производствах, наукоемких производствах, в различных сериях, которые сейчас требуют, ну, наверное, очень сильные конкурентоспособности на мировом рынке. По словам чиновников, развитие региона возможно только при создании высококвалифицированных рабочих мест, а также при подготовке работников как в профтехучилищах, так и в инженерных вузах. Тут местные чиновники работают над постулатами призыва президента страны Владимира Путина. Напомним, что на седьмом ежегодном бизнес-форуме «Деловой России» в мае прошлого года глава государства пообещал к 2020 году создание 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест по всей стране. Сейчас же отечественный рынок труда неимоверно перекошен в пользу дешевой рабочей силы из сопредельных государств. Число мигрантов, по мнению ряда экспертов, уже сейчас достигает 15 миллионов человек и будет только расти. Если план Путина осуществится, то работодатели прежде всего будут привлекать к работе этих самых гастарбайтеров. И зарплат у них поменьше, да и социальных гарантий никаких. За примерами ходить далеко не надо. Менеджеры компании «Аэрофлот» еще в конце прошлого года заявили общественности, что пилотами самолетов могут стать иностранные граждане. Дескать, острый дефицит отечественных кадров. Вот и получается, что при таком подходе местных корпораций молодые выпускники российских вузов рискуют остаться безработными. Далее материал Елены Вожаковой об искусстве малом, но не мелком. В торговом доме «Десяточка» продолжает работу выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». Это экспозиции традиционного проекта «История в миниатюре». По словам организатора выставки Юрия Тикунова, экспозиция «Забытые сражения» с одной стороны продолжает традиции ежегодной выставки «История в миниатюре», с другой является совершенно новым проектом. Работы очень многоплановые, то есть есть все от современной, скажем так, истории техники, вот просто какие-то исторические сюжеты в виде диорам. Но вообще, конечно, тематически больше всего, наверное, все-таки это современная техника и техника Второй мировой войны. Потому что Вторая мировая война для нас – это Великая Отечественная война, которая по-прежнему занимает, скажем так, умы многих наших соотечественников, и в частности рязанцев. И выставка наша приурочена и посвящена к 70-летию коренного перелому Великой Отечественной войны. То есть 43-й год – это год, когда началось победное шествие Красной Армии. И последнее на сегодня, 28 марта. То есть сегодня отечественный автопром отмечает ностальгическую дату – 42-ю годовщину со дня начала массового производства великой и неповторимой копейки автомашины нескольких поколений – ВАЗ-2101. В первую очередь автоваза, рассчитанной на выпуск 220 тысяч автомобилей в год, вступил в строй в 1971 году, а первая машина с конвейера сошла именно 28 марта. Кстати, уже в октябре того года в европейском ралли «Тур Европы-71» советской команде, выступающей на автомобилях ВАЗ-2101, был вручен серебряный кубок. По привычке высокопоставленные советские автоначальники решили пойти протаренными путями и попросту содрали копейку с итальянского «Фиата-124». Хотя справедливости ради, надо сказать, что в общей сложности в конструкцию «Фиат-124» советскими специалистами было внесено более 800 изменений. Мощность народного советского авто была в 60 лошадок, скорость копеечки достигала 140 км в час. Что и говорит, сейчас знаменитая машина кажется неказистой, угловатой и бедноватой насчет дизайна, но тогда, в самом начале 70-х, это было, что называется, последний писк. Копейка прижилась и дала начало целой семье ВАЗовской классики. Другими словами, это был культовый автомобиль Советского Союза, ни больше, ни меньше. Позднее были представлены две модификации первой модели ВАЗ-2101 и ВАЗ-21013, у которых имелись некоторые не очень существенные изменения. Потом были четверки, пятерки, популярнейшие глазастые шестерки, появившиеся на российских дорогах в 76-м. О, эти двойные фары, это бортовая блестящая полоска. Прям-таки заграница, что и говорить. До сих пор заднеприводная классика исправно служит народу. В середине 90-х АвтоВАЗ практически отказался от марки Жигули, однако популярнее машины он еще, а может и уже, не создал. Кстати, модельный ряд автомобилей Жигули до сих пор находится на десятой строчке в списке самых продаваемых автомобилей в мире. Так что всех владельцев жигулевской классики и патриотов советского автопрома с днем массового рождения копейки бабушки наших машин. Неказистой, но любимой, ностальгически прекрасной, как ушедшей в прошлую молодость, мы помним тебя, копеечка. На сегодня все. До встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Субтитры подогнал «Симон»